Здравствуйте, меня зовут Ирина Авакумова, я хозяйка свадебного агентства «Карелия Андрея». Очень часто в переписке, в разговорах по байберу, по скайпу или в личном общении наши пары спрашивают, как мы очутились в домикане, как нам тут живется, как так получилось, что мы переехали, в какую школу ходят наши дети. Поэтому сегодня хотела бы вам рассказать немного о себе, если, конечно, вам это интересно. Мы переехали в Доминикану 9 лет назад. Почему переехали? Я тогда только родила маленького ребенка, ему было несколько месяцев, я ушла в отпуск, в уход за ребенком на полтора года, а мой муж разошелся со своим партнером по бизнесу. Мы искали страну, куда бы нам поехать, и сначала намеревались поехать в Успанию. Мы стали смотреть, какие нам нужны документы, чтобы туда переехать, и оказалось, что нам нужно сделать мультивизу. Чтобы сделать мультивизу, нужно было собрать очень большой пакет документов и ждать где-то от полугода до года, чтобы нам не дали. Мы таким временем на тот момент не располагали, и стали смотреть другие страны, куда мы можем поехать на полгода отдохнуть. Мы рассматривали, ну, там, Египет и Турцию мы изначально не рассматривали, думали про Кубу. Я была на Кубе, я там жила 5 недель, как турист, и я себя не очень видела в этой стране, не хотела жить там такое долгое время. И пока я была дома с маленьким ребенком, с месячным, мой муж с другом поехал в Доминикану. Вернулся он весь на эмоциях, он рассказывал, как здесь здорово, какие люди здесь замечательные, как они занимаются спортом, как они бегают по пляжу, по океану. В общем, он был очень так, ну, по-хорошему, возбужден. Вот, и мы вместе, ну, как бы на основании его рассказа, приняли решение поехать сюда на полгода. Мы приехали на север страны, в Кабаретто. Мой муж сразу там купил квартиру. Где-то первые полгода ходили несколько раз в день на пляж, купались, дышали морским воздухом, растили ребенка. И, в принципе, как-то не планировали надолго оставаться. Ну, как-то полгода, потом затянулось на год. Потом мы создали сайт, который назывался «Ребдом.Инфо». Это был самый первый сайт о Доминиканской республике. Он был в свое время очень известный. Мы вложили туда просто колоссальный труд. Мы писали авторские статьи на этот сайт, да, ну, не просто там что-то такое, «Република Доминикана», бла-бла-бла. У нас были вопросы, которые люди задавали из России. Например, «Куда устроить ребенка в школу?» Мы брали, шли, обходили 5-6 шков, кабареты, и полностью писали, да, нужны такие-то документы, вот фотографии этой школы, да. То есть у нас был просто огромный кладезь информации. В том числе мы писали о том, как самим сделать седлу, резиденцию, вид на жительство. Естественно, были люди, которые были этим недовольны. Наш сайт очень часто дедосили. В какой-то момент наш сайт просто взломали. У нас был выделенный сервер на Голдаде. Убили все бэкапы, убили весь сайт. К тому времени наш сайт перерос уже в журнал «Лагуна», который мы выпускали в печатном виде. И мы из Каваретта переехали в Пунта-Кан. Почему переехали в Пунта-Кан? Потому что здесь в основном были русские туристы, и рейсы все летали напрямую. И здесь наш журнал был более востребован. Но через некоторое время по своим причинам мы также закрыли журнал и стали думать, куда применить все свои способности по дизайну, по фотографии. И решили сделать свадебное агентство. В настоящее время нашему агентству уже 4 года. У нас в Доминикане есть 2 офиса. Один офис именно свадебного агентства. Есть склад, а есть офис фото и видеопродакшен. Если вернуться немножко к нашей семье, люди тоже спрашивают, что делать с детьми, как у вас дети здесь растут. В Доминикане у нас уже родился второй ребенок, и мы сейчас 2 года. Старший ребенок ходит в интернациональную школу, они учатся там на английском языке, и плюс есть испанский. То есть, как и многие дети иностранцев, он в 8 лет свободно говорит на трех языках. То есть это русский, испанский и английский. На всех трех языках он свободно говорит, читает и пишет. Есть, конечно, свои нюансы, как у маленьких детей, да, то есть они совершенствуются в орфографии, в грамматике, но тем не менее мы очень довольны. Да, и в том числе довольны системой обучения в интернациональной школе, которая построена больше по американской системе обучения, когда преподаватель друг, он с ребенком как бы на равных, да, то есть нет, и очень жестко пресекаются все попытки какого-то насмехательства над детьми, да, ну вот какого-то что-то, здесь такого нет. Вот, поэтому в этом плане нам очень нравится жить в Доминикане, и мы уже здесь привыкли, здесь уже освоились, одоминиканились. Вот, каждое лето мы едем, мы ездим на родину, мы из Москвы, и каждый, наверное, год понимаем, что уже немножко Россия для нас, это как уже вторая родина стала, все-таки Доминикана нам становится все больше и больше родной страной, и мы уже не строим планов вернуться, мы только так ездим друзей поприветствовать, родителей повидать, чтобы они внуков увидели, вот, но в принципе уже связываем именно свою жизнь в Доминикане. Я надеюсь, я немножко рассказала вам о себе, вам было интересно, и это снимет некоторый пул вопросов, которые вы мне задаете. Продолжение следует...